Здравствуйте, дорогие мои друзья, соратники, ну и, конечно же, случайные зрители. Ну вот, я наконец-то вернулся из своей очередной, не знаю какой по счету, экспедиции. И вернулся я не с пустыми руками. И теперь я могу не только рассказать вам много нового и интересного, но и главное, я могу теперь это вам показать. Ну а прежде чем начать свое дальнейшее повествование, я хочу выразить благодарность всем участникам нынешней экспедиции. И в особенности я хотел бы поблагодарить моего друга и соратника Евгения Далгрена. Комары доливают, но древнее народное средство под названием деготь, в чистом виде намазанное на открытые участки тела делает свое дело. Комары летают вокруг да около, но не кусают. Всем советую, рекомендую. Именно благодаря Жене и его летающего друга дрона Костика Циолковского мы с вами наконец-то увидим то, что я так давно хотел вам показать. Ну и, конечно же, я настоятельно рекомендую посетить его страницы в Facebook и Instagram, ссылка на которые будет в описании. И я гарантирую вам, что познакомившись с материалами Евгения, вы будете не только приятно удивлены, но даже где-то и шокированы, так как все экспедиции, в которых участвовал Женя, уникальны. Ну а я, с вашего позволения, продолжу. Сегодня я расскажу и покажу вам еще один загадочный объект, который расположен где-то на северо-западе Кольского полуострова и называется он Герцогштайн, что в переводе с немецкого означает каменный герцог. Что ты еще раз можешь сказать про вот это укрепление? Оно очень похоже на тоже на древнее, древняя кладка, явно не немецкая. Ну, то есть это какая-то крепостная а-ля стена получается, да? Получается, да. И смотри, вот там была башенка, и вот, и собственно... Мы вот сейчас сверху снимем, я думаю, что это звезда вообще. Мы если сможем это облететь, я думаю, это звезда. Ну смотри, вот эти вот все, эти. И опять же, вот предназначение этого окопа. Как вот по нему проходить? Ну вот как? А как в нем сесть? То есть вот я могу, в принципе, собственно, как бы... Я не хотел спускаться, конечно. Тут видно, наверное, расстояние, что тут... Ну вот-вот, вот по поясу. То есть если... Нет, давай все-таки проведем эксперимент. И опять же, ход получается сюда, да? Я не думаю, что это ход, он какой-то развалин. Или думаешь, что ход? Да, ну вот я, например, хочу... Не, ну в принципе, в принципе... Ну опять же, вот я сел. И чего? То есть все, я себя застопорил, и то я тощий как бы... Идут люди друг навстречу другу, как они разминаются. То есть, ну, расходятся. Вот. Ну, есть такое, соответственно, мнение, наверное, что здесь была какая-то еще сверху постройка, да? Может быть, из чего-то сделано. Или ты думаешь, что это уже был конечный вариант? Не знаю. Я не могу, не могу вот определиться. Я не могу определиться. Во-первых, я не могу ответить на вопрос, зачем такие гансы... По идее, это же вот какое-то гансовское уже оборудование там было. Ну, они могли это доделать. Опять же, с точки зрения войны, выкладывать камнем стены любой артиллерийский залп, и не надо никого убивать. Надо только бить просто по стенам. И людей просто камнями тут порвет. В клочья. Нет, это понятно, что доделывали немцы, крышу делали, но что тут было изначально? Причем, вот, опять же, опять же, я так понимаю, что эту стену, вот, где рваный камень, ее ремонтировали гансы, а эта стена, причем мощная, она уже была. Причем вот здесь тоже, да, вот камень, видимо, то, что не обрушилось, вот здесь обрушилось четко, и вот здесь видно, что делали немцы. И что же ты такое на самом деле, Герцог Штайн? Для каких целей ты служил? Кто и когда тебя построил? И почему в тебе так были заинтересованы нацисты, что огородили тебя аж четырьмя рядами колючей проволоки, словно ты находишься не где-то там в отдалении, а прямо на передовой? Почему все твои огневые точки направлены куда угодно, только не в сторону линии фронта? Что на самом деле ты охранял или от кого оборонялся? Почему нацисты, уходя, так тщательно взрывали или заваливали входы в подземелья, которые окружали тебя? И главное, почему официальные историки так долго и упорно отрицали наличие тебя как факта? Они и сейчас-то делают это неохотно и под давлением фактов. И что самое забавное, в приватной беседе с глазу на глаз они кивают головами, разводят руками, чешут умные бороды, а официально продолжают толдычить, что их там нет. То есть все, что вы видите и будете видеть на протяжении всего фильма, этого официально не существует. Но самое забавное, господа, знаете что? Если наши историки, краеведы и прочие архивариусы нет-нет, да что-либо подкинут, ну так, приватно, с глазу на глаз, то в стране доминирующей демократии Германии дела обстоят еще хуже. Там на любой запрос в архивы ответ будет однозначно нет, ибо тема нацизма у них под запретом. Именно в такой формулировке придет ответ на любой наш запрос. А нам, к сожалению, остается оперировать только тем, что мы, собственно, имеем. И на основании этого строить гипотезы и выдвигать какие-то версии. Вот мы подходим, еще только подходим к опорному пункту Дерсокштайн. И вот уже, смотрите сами, как бы на масштабах, причем ни дорог, ни подъездных, вот это вот, только вот эта вшивенькая дорога, и все. Что-же строители это страдывали, ну сколько это лет. То есть, тут вот повсюду, вот целый, сейчас я его не буду туда заходить, там вот пещера, сейчас мы не подойдем. И вот, ну это уже стреляно, тут они уже с кем-то стреляли. Там-то будут горы, ну вот, руины вообще. Так это и то, я говорю, это вот, собственно, сама пещера. У меня есть фотография военных времен, где там греются или не греются, значит, парочка гансов. Но мы сейчас, когда залезем наверх, мы увидим, что эту пещеру так подорвали, что растрескалось. Вот это все, то есть это была целиковая массивка, там, если залезть вовнутрь, по входам видно, что он продолжается. Просто обрушили скалу вниз. Вот сейчас мы этим видим. Причем, я так понимаю, что вот это тоже рухнуло вместе со всем. Ну вот, вон, это был выход с нее. А мне надо сейчас туда забраться. Ну вот, то есть, камера светилась, то есть, тут был один вход, там другой, то есть, вот выход такой. И вот чем-то огромным, это вот, судя по трещине, по трещине взорвали. Но это взорвали уже во времена войны. Что был за заряд, я не знаю. Я в этом скилечу. Несмотря на то, что мы имеем весьма скудные данные, касающиеся данного объекта, а по факту это только его название, ну и те руины, которые мы можем исследовать. Да и исследовать мы можем лишь только то, что находится на поверхности. Так как все известные нам входы, либо лазейки, нацисты, либо взорвали, либо аккуратно завалили. И вот тут возникает вопрос. А зачем они это делали? Что они пытались скрыть? Ведь на других опорниках они побросали все как есть. И на основании данного факта возникает ряд гипотез. Гипотеза первая. Древняя крепость, или древнее поселение, которое они назвали Герцогштайн, существовала до их прихода. А то, что этот объект древний, у меня лично, как и у моих соратников, не вызывает никакого сомнения. Да и скептикам, я надеюсь, возразить будет нечего. Ну так вот, наряду с этим объектом существовали также и подземелья. И немцы, придя на место, тщательно все это дело изучали. Ну и соответственно, когда они поняли, что война проиграна и пора уходить, они попросту решили замести все следы. А подземелья взорвали и завалили. По простой причине, они не все успели оттуда вытащить. Ну а для господ оппонентов, напоминаю, что это всего-навсего наша гипотеза. И не более чем. Вторая гипотеза отличается от первой некоторыми нюансами. Все то же самое. Пришли, нашли, изучали, и вдруг оттуда что-то полезло. В пользу этой гипотезы говорит странное расположение огневых точек. Я уже говорил ранее, что огневые точки располагались очень странно. То есть, куда угодно, но не в сторону фронта. И я думаю, что вы уже догадались, куда именно они направлены. Ну и, соответственно, все ходы и выходы в подземелье уничтожались уже не по факту их отхода, а, так сказать, в процессе. Как говорит мой друг Йоханссон из Швеция, не договорились. Кстати, в пользу этой гипотезы говорит странное поведение советских ученых в рамках проекта Днепр. Для тех, кто не смотрел этот фильм, ссылка будет в описании. Ну а прежде чем закончить первую часть этого фильма, да-да-да, я в курсе, что я гад, что обрываю все на самом интересном месте, давайте проведем промежуточный итог. И начнем мы с вопросов, которые пока остаются без ответа. Нам неизвестно, какие войска располагались на данном объекте. Мы ничего не знаем ни о количестве этих войск, ни о их качестве. Также мы ничего не знаем о снабжении этих войск, не говоря уже о таких вопросах, как элементарная логистика. Благодаря Костику Циолковскому вы видите, на какой высоте это располагалось и в каких масштабах. А ведь это все нужно было затащить. И если бы речь шла только о легком вооружении, то это один вопрос. Но помимо легкого, там есть и тяжелое, и очень тяжелое вооружение. Та дорога, которую вы видите благодаря Костику, появилась не так уж давно, где-то в конце 90-х годов. До этого никаких вменяемых дорог там не было. В общем, господа, вопросы, вопросы, вопросы. Ну а пока я собираю следующий фильм, посвященный этому объекту, выдвигайте свои гипотезы и делитесь своими мыслями в комментариях. Ну а я, прежде чем с вами попрощаться, хочу сделать две вещи. Первое. Я отвечу на вопрос, который мне чаще всего задают. Какова цель моего канала? Отвечаю. Цель моего канала заключается в том, чтобы собрать вместе как можно больше мыслящих и неравнодушных людей. Второе. На всем протяжении этого выпуска я где-то, ну, пару раз говорил о том, что к данному объекту нет вменяемых дорог. Так вот, я несколько слукавил. Дорога есть. Но что это за дорога? Вы сейчас сами увидите. Я же с вами прощаюсь. До новых встреч. И всего вам доброго. Ну вот, как я и рассказывал уже и обещал показать, та самая нелепая дорога. Жень, покажи вот низ. До основной дороги. То есть, где-то в половине сопки, там еще далеко наверх, вот она, выложена с камня. Если вот так вот посмотреть, она вот идет. Причем камень, опять же, весь в розни. Уже там половина пообвалилась. Но дорога, тем не менее, как бы, вот она есть. Я сейчас вот даже по ней чуть-чуть пройду. И опять вот, ее расстояние полтора метра. Ну вот, вот тут хорошо видно. Ну вот, как бы. Ну вот, как бы, вы видите, что я иду. И таких дорог, я повторяю, очень много. Судя по ее зарастанию, и камням, которые явно не столь лет. Ну вот, сейчас, понятно, что не такой. И что самое интересное, это дорог, дорог тоже идет внутри. Да, я сейчас практически зайду в ее от дончания. Говори громче. Я говорю, что... Громче говори на камеру. Я говорю, что дорога идет никуда. Ну вот, я сейчас практически зайду в ее по-принчанию. Не знаю, как... Вот. Вот. Видите, это получится. Вот. Громко. Вот, собственно, и ее конец. Тут она еще идет куда-то. Ниже спуститесь, вы где? Не. Ну а нафига вы туда попали? Все, ладно, пошли. Субтитры сделал DimaTorzok